Сдача выпускных экзаменов – значимый день в жизни каждого ученика. Не так давно славянские школьники и выпускники прошлых лет сдавали единый государственный экзамен сразу по трем предметам – информатике, истории и биологии. В этот день на пункте проведения экзамена побывали Надежда Неткачева и Александр Косицын. Выпускники школ Славянского района традиционно успешно сдают единый государственный экзамен по обязательным и выбранным предметам. В этом году по результатам ЕГЭ по русскому языку две выпускницы получили по 100 баллов – ученица 17-й школы Татьяна Стравинская и Надежда Михалкина из третьей школы. 15 июня 153 славянских школьника сдавали биологию, информатику, историю. Это экзамены по выбору. Результаты по этим предметам некоторым ребятам нужны для поступления в ВУЗ, как, например, выпускнику пятой школы Кириллу Хореву. В этот день он сдавал экзамен по информатике. Дальше собираюсь поступать в Санкт-Петербург, факультет бизнес-информатики или факультет государственного управления. Всё подготовлено досконально, в своих силах не сомневаюсь. Ну, как бы, конечно, есть немножко так страшно властника за будущую жизнь, но как бы особо этому значения придавать не стоит, вот так как всё равно это не конец, и жизнь на этом не заканчивается. Многие ребята волнуются перед экзаменом. Кто-то, наоборот, чувствует себя уверенно. Семен Шурупов не сомневается, что экзамен сдаст на отлично. Ведь у него в руках главный козырь – знание и боевой настрой. Мы настроены писать, сидеть до последнего. В принципе, учителя наши золотые нас подготовили. Слава Богу, и делали не с пустой головой. Мы верим, что напишем. В Славянске-на-Кубани, как и по всей России, прежде чем войти в аудиторию, учащиеся проходят уже традиционный досмотр не только у наблюдателей, но и через металлоискатель. Все гаджеты и, в первую очередь, мобильные телефоны под запретом. С собой можно брать только паспорт и ручку. И вот, с замиранием сердца, отправились в то утро 11-классники в учебной аудитории. А там уже ровно в 10 часов открыли пакет с экзаменационными заданиями. Но посторонние этого уже не увидели. Всё строго секретно. В этом году 476 выпускников из школ города и района сдали единые государственные экзамены. Два обязательных предмета – русский язык и математику. И любые из 12 школьных предметов по выбору. Пока об итогах говорить рано. Результаты последних экзаменов станут известны 25 июня. Ну а тем временем 11-классники готовятся к выпускному вечеру, который состоится 23 июня. Надежда Неткочева, Александр Косицын, программа «События».